Санислав Геганис, Шаумен, телеведущий Отпишитесь от него, а не так. Снучно, не интересно. Охрана! Отмена! Все танцоры собрались сюда. Сегодня четверг, и я еду на тренировку. Сейчас поставлю вам еще один трек. Крутой, который мне очень нравится. Погнали, погнали, погнали. Здравствуй, а что такое хат? Доброе утро! Приехали на радио «Пятница» к Сергею Сивоху Анатольевичу. Не, не бухал. Я не бухаю вообще. Как для офиса Сергея Анатольевича, очень много ступенек. Очень много ступенек. Что-то меня будут подснимать чуть-чуть, ничего страшного? Я не знаю. Хочешь, покрути себе осуточку? Не? Не хочешь. Не хочешь. Разбираюсь до воды. Техники. Что, у тебя же техническое образование. Как ты можешь не разбираться? Я еще не пишу. Ха-ха-ха. 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 Ой, сейчас вопросы посыплются. А какие-то вопросы. Я тебя прошу. А кто к тебе приставил камеру, скажи, пожалуйста. Я. Сам. Да. Зачем? Пора уже. А ты видеоблогер? Типа того. Ха-ха-ха. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Приветствую, Салыч. Ммм. За вот это, за вот это, чтобы понимали, футболисты сборной Хорватии вы узнали принцесс Бога. Потому что он просто кинул. Ну, он не хотел, когда просто не пообегаты, а ну, выкнул его на этот бой. Ребят. Я в образе. Это история. Никуда этого не деться. Мы выступаем сегодня в 4 утра без предупреждения. Иди ласточками, ему не зиговать. Мы уже это делаем. Да, потом во всех этих новостях. Классочки. На танцах, кстати, все выбрали легенд там адекватных. А он Гитлера. Мало того, что он в конце молки написал, что ему Киев не любит. А я там, ну, из контекста вырвай. Я пишу, ну, не выводу, что он загазован, не отдохнует. Ничего. За городом? Вот так. Вот это они... Да. Вот он в Киеве. Киев он не любит. Ты что, ты Ева Браун? Ты почему покрасилась? Ты ж была блондинкой. Я просто тренирую на Лигу Смитову. Чарли. 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 Все говорят, ооо, Адольф, Адольф. Встречает сегодня у меня в гостях украинский актер, шаумен, телеведущий фронтвен и капитан команды КВН сборной Днепропетровска Игорь Ласточкин. Здравствуй, здравствуй, Игорь. Здравствуйте, здравствуйте. Вы бы видели, дорогие мои, как пришел ко мне Игорь Ласточкин. Он пришел в сопровождении свиты, разве что на паланкине его не несли. Его постоянно снимают человек с камерой. Массажист постоянно терет ему плечи. Вот эта женщина зачем, я не знаю, которая рядом с тобой. Кто это? В Казахстане родился в Чемкенте и переехал, да? Переехал потом в Узбекистан. Сразу? Сколько тебе лет было? Нет, я после где-то пятого класса, да. В шестом классе. А, то есть до пятого класса ты был казахом, а потом уже в шестом классе внезапно узбеком. Ты хоть выучил какой-то язык там, когда был? Ну, какие-то. Ну, понемножечку так. Я когда в Казахстане учился, казахский учил, потом переехал в Узбекистан, начал учить узбекский. Это в школе было, да? В школе? Да. Начал забывать казахский. Хотя они очень похожие языки. Буквально там в некоторых словах есть разница в одной боке только. По-узбекски хорошо будет яхша, а по-казахски джахса. Ну и весь этот набор, наверное, мэнс-энест. Сергей Анатольевич! Я служил в армии, я служил в советской армии. У нас тоже были и узбеки, и казахи, и кто хочет. У нас были. Шлагбаум, открывай Ванго. На блатной вес. Из-за того, что ты записал видос, я тебя обращаю, чувак. Мы сидели и не знали, что писать. Пойдем в гримёрку Лиги смеха, там где все члены жулика. Это ужин. Ты же знаешь, что я похудел на 6,6. Серьезно? Да, было 184, сейчас у меня на 102,3. Да что это за радио такое? Меняется волна. У меня волны, бля. Я слышу голос, не могу понять, откуда. Я случайно здесь. За мной, сейчас мне будут делать красиво. Представляешь, если детей зовут Чук и Гек, то у них дети рождаются. Чукович и Гекович. Санислав Гекович. И вдруг тебя понесло в Днепродзержинск. Как это случилось? Что это такое? Ну, не в Днепродзержинск. Ты в Днепропетровск сразу, да? В Днепропетровск, да. Дело в том, что я учился в 110-й школе в Ташкенте. Она была имени Тараса Григорьевича Шевченко. А, имени Тараса Григорьевича Шевченко. Да. Когда было землетрясение, там, я не помню, в 66-м, по-моему. В 66-м или 65-м, я тоже так помню. Да. Да, весь Союз отстраивал Ташкент, естественно. Там даже районы есть, да, украинский там. Ну, вот, не знаю, как по районам, но точно знаю, что школу номер 110 отстраивали украинцы. В Днепропетровске бабушка училась в строительной академии, а мама до 7-го класса в школе училась в Днепропетровске. Вот, и поэтому решили... Была возможность такая поступить куда-нибудь в Украине, в какой-нибудь вуз. Я поступил в Национальную металлургическую академию. На факультете. Так мы с тобой коллеги, получается. Да. Это же металлург? Конечно, обработка металлов давления. Ничего себе. Да. А у тебя какой-нибудь подготовительный цикл, наверное, да? У меня ХТ, там все, что связано с... Химико-технологический факультет, получается. Да. Ты коксом занимался, но по специальности не поработал, не приходил. Не поработал, пошел на практику, да, я встал напротив открывающейся двери одной из печей. И понял, что это ад. Я понял, что я вообще не могу стоять напротив. У меня лицо обжигает. Ты думал, что с высшим образованием будешь стоять возле этой двери? Там же есть люди, у которых нет высшего образования. Ну, слушайте, нам предлагали, говорят, хотите поработать? Вот так. Я говорю, нет, спасибо. Мы в гримерку судьи прикидем. Здорова! Я говорю, что снимаешь? Да. Снимать. Как вообще настрой? Смешно. Точно? Настрой смешной, а сценарий там... Баттл подготовились? Версус, да. Версус? Помнишь, какой смешной был в финале? Вот сейчас не такой. Сейчас почти прошу. Давай. Беженский туалет здесь. Аppo мы горим. Существует... Еееее! Еееее! Здорово! А ты что как? Что танцоры? Да, мать! Танцоры собрались. Подходи, подходи. Как дела? Как у вас дела? Ты так хорошо танцевала. Серьезно? Спасибо, блин, я так переживаю, что мы танцуем хуже, чем раз. Я так думала каждый эфир. на лиге смеха заботиться о моей прическе о том как я вижу на танцах него там типа не на голову все смотрят а на ноги вроде как ноги руки тела а у меня так всю жизнь не только на ноги смотрят так сегодня играют стояновка стадион гиброго луганская сборная гостиница 72 как будто в порядке сегодняшних баллов сказал а сегодня не две выпадают это что поля одну игру пропустила все наломался сезон до бумага в основном и стаканы вот это мой бак тебе из крутых актеров довелось работать из крутых актеров ну как минимум мы сидим жюри в лиге смеха с бакланом я случайно однажды в берлине я сфотографировался поработала сфотографировался томом хэнксом расскажи как это произошло а мы просто ехали на эскалаторе я напоминаю том хэнкс кто такой том хэнкс можете называть его просто форест гамп ехали на эскалаторе в каком-то там торговом центре в берлине кдв наверное сто процентов самый дорогой просто я выбираю самый дорогой кдв да это был именно кдв и мы уже практически на середине эскалатора были азади нас стал именно там хэнкс и мой товарищ получается смотрел на него а я вниз смотрел подожди это кто это же это же этот как его как его вышибается сразу сразу не вспоминаешь кто это я повернулся да ты чё это же этот как его это же том хэнкс как меня доставали вообще фамилии всякими интерпретациями прозвищами пчелкин птичкин а почему пчелкин птичкин почему а почему мухин а самая страшная какая была что гена не связана карлика каким именно имели какого-то в виду конкретного карты ремпельштейна или как просто или карлик нос и карлик нос ты обижался да нет это мне как-то не сильно я думаю что тебе это стимулировало тебя развитие твоей личности как юмориста как комика потому что ты должен был реагировать на этом все реагировать отшучивать не волноваться очень сильно вот так напрягаясь кратковременно коротковременно приди сюда смотри это не главное главное расслабиться как по-испански язык расскажи мне а ты какие-то слова помнишь мамасита помню еще помню еще помню мачо мачо калиньи 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 молодец кстати где можно купить эту сумочку е-бой е-бой и есть носки е-бой и есть замок и есть бесконечная любви есть на мне одежда тра маркота бумбасит как наркота да где друзья если если есть желание купить какую-то такую прикольную штучку типа сумки бананки то мозги вам туда лёша ты молодец все и он будет очень хорошо спасибо ну вот это нужно наложить с утра какой он ювелир у тебя лига звёзд лига нации лига грёзд лига папарацци лига президента еще из нб а я уже приехал ау это лига смеха лига смеха как лекарство для души и снова в лох и снова я всем привет а меня быстро посмотрите что такое все я больше не будет фотографироваться все вот посмотрите уже я понимаю что это в лоху где блок она называется ласточкина но мне кажется я с лона лучше смотреть да да В смысле, в паре танцевальной, господи, лопа. Макс, я спрашиваю, дедушка, а не замужняя. Очень красиво. Серьезным размером будете. Сколько тебе больше? 30! Нет, 30! Мужчина написал, что тебе 60. Ну, в чем-то он прав. 60 есть. Я не хочу из него фотографировать. Говорит, убили интригу. Убийца, мэн. Все готовятся, а я нет. Я готов. Илоны, смотрите. Она уже часа четыре сидит тут. Серьезно, вот. У меня два человека на дне работают, видите? Привет! Назвала новый стиль твоего танца. Называется... Тук-фук. Или так шик-фук. Не фук, а фук. Шик-фук. Папкин поет. Папкин. Папкин. Ераклиз. У меня все. Ираклиз явно репетирует. Не, сделай все это. Ну, вы и за. Это классные гримёрки опять. Вот он наш туалет. Все классно, иногда просто вот в этом не было света, и тут все занято. Ладно, не будем пугать никого, а то молодец. Сверх норму еще наложу. Что здесь? Интересно. Знаешь, бумаги много, так что, что называется, ешьте сколько хотите. Здесь прачка, здесь вот прачка. Закрыто, вроде все постирали уже. Не знаю, куда еще идти, что вам тут показать. Костюмерку вы видели. А, вот там стол теннисный поставили, смотрите. Ребята шпилят в теннис. Я вчера тоже там шпилил, но меня наказали, представляете. Хотя я не так уж и плохо шпилил. Ну, это я просто без разогрева, видимо, шпилил. Вот эта тумба стоит. Да, можно сфоткаться, но я буду снимать видос. Хорошо. Вот, меня попросили ребята сфотографироваться, охрана. Самое лучшее. Все, больше не надо? Вам одной фотки хватит? Я уже вдвоем. А, уже сфоткались? Да, еще раз давайте. Еще раз давайте. Все, так что если на меня нападут, да, вы сразу хоп, скрутили его. Все супер. Как, в чем мне звать? Кого мне кричать, звать как? Охрана. Охрана. Отмена. Монатика же охраняем. Монатика же охраняем. Монатика охраняйте. Еще на него нападают часто? Ну, в основном молодежь. Молодые девчата. Молодые девчата? Молодые девчата? Да. А ему это не надо, да? Не знаю, наверное. Ну, типа он сказал, не надо, чтоб молодые девчата ко мне подходили, да? В основном молодые, наверное, парня то чтоб были. Шутка. Я шучу. Понятно. Ну вот, надо в Лигу смеха брать. Шутник. Создать команду охраны. Самое лучшее. По-моему, достаточно уже нет. Так, там тоже все красиво. Один я не накрашенный пока. И Макс. Макс, тебя уже припудрили? В детстве. Ха-ха-ха. Сейчас засечем сколько меня будут красить. Я думаю, что это займет там буквально секунду. Секунду. Секундочку. Все, спасибо. Игорь Лосточкяна, пожалуйста, скажи что-нибудь. Ребята, уважаемые слушатели. Я вам желаю, чтобы вы определились со своей целью в жизни и двигались к ней. Но достигнув ее, не останавливались и придумывали себе что-то еще. Ставили перед собой все больше и больше и более качественные цели и более, там, я не знаю, развернутые. В общем, не останавливайтесь никогда. Игорь Ласточкин был в гостях у Севоха на Радио Пятница. Увидимся. И давай, давай, не сдавайся, ты тоже не останавливайся вперед. Давай, продавливай, продавливай. И подумай все-таки над местом Зеленского. Да не забыл, не забыл, не забыл, короче, проводил в прошлом влоге конкурс на то, какой стиль танца мы будем танцевать в следующем эфире. А следующий эфир был Румба. Так что все, кто отгадал первые три человека стиль Румба, вы получаете вознаграждение. Но пока что денежное. Я пока не придумал, что еще можно дарить. По 500 гривен нормально будет? Вот эти вот три никнейма получают по 500 гривен. Участвуйте в конкурсах, я буду делиться.